Следующая партия удивлена тем, что здесь черными, не хочу сказать, не могу сказать, что черный зерной на удар на И-6, они его допустили. И допустили, в результате проиграли. Но самое поразительное, что в следующей партии черными играл не кто-нибудь зерной, как сам чемпионер Гарри Каспаров. И он взянул такой шутер примерно на И-6. Не зерной, я говорю, он просто недооценил. Но удивительно еще другое, что Гаспаров играл не с человеком, а с машиной. Это он играл с машины дебю. Это была партия, играя в 1928-1915 лет. Это был первый случай, когда ТПЛР проиграл компьютер. Компьютер назывался дебю. Это был большой универсальный компьютер. Никогда нынешний универсальный компьютер, небольшой и маленький. А огромный там занимался аллый этаж. Но сам факт, что впервые Каспаров проиграл матч компьютеров. Матч не одной даже партии, а матч. Эта партия была последняя шестая партия матча. Счет был, они матч играли с шести партий, таких полноценных партий, с хорошим, большим контролем. По два часа на сорок ходов. И перед этой партией счет был равный, два с половиной на два с половиной. И компьютер выиграл, и в результате выиграл матч. Три с половиной на два с половиной. Это такой исторический момент. И давайте эту партию посмотрим, потом еще поговорим. Что это делаем? Дobрый! Добавил субтитры Алексею Дубровскому. 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 Ф-7 Ферзер давай. Ну, так что же, Микоспаров не хочет, ради Ферзера. А давай два! Нет, мата нет. Он отступает, мата пока нет. Фот, коробки 8, 10. Он отступил. Просто в бедной разверли атаку, у него форсировано еще нет. В этом же дело, Каспаров понимал, что форсирован, но он не проигрывает. Но он попал под атаку, не ожидал такой жертвы фигуры от компьютера. Последовала слон Ф4. Ф4. Черный – это просто очень плохая позиция на нее. Нет никаких хороших каток. Они сыграли в БКС, пытаются нахер на флаге как-то разлиться. Последовала Ф4, черный с этой стороны не поступил. Компьютеры вообще играют силы в расцессах, поэтому если у них есть перевес, то вдруг они только его реализуют. Слон Б7 последовала. Слон Б7. Белая позиция. Слон Б7. Белая сыграла для Е1. Слон Б1. Белая сыграла для Е1. Трухас замечательный на хороших каток. Последовала Конь Д5. Конь Д5. Слон ЦУПИЛ на Ж3. Слон ЦУПИЛ на Ж3. Нет, на Ф4. Напали на Слона. Слон ЦУПИЛ на Ж3. Последовал дальше, Карл пошел на Су-8, белый по мере пешки на Б5, черный по мере на Б5, сыграли ФСД3, на Б5 еще пешка висит, черный за 4, он за 6. Белый сыграет слон Ф5, они выигрывают еще одну пешку, значит здесь это 17-й ход, черный играет просто, они уже, Каспар, ну, о, приводится на Б5. Ну, даже не хочу брать жулианту, потому что, по лице, у Белого по-прежнему не хватает фигуры, но сейчас висит, съедается пешка на И6, все, все там, все под угрозой, пешка на Б5, висит на Су-6, на Су-7, ничего не возьмешь, все, все плохо. Но, здесь Каспаров сдался, и это было, я вам сказал, что это был первый случай, когда чемпион мира проиграл компьютеру. И когда вышел очередной том «Книга рекордов Гиннеса», знаете такое, да? Каждый год выходит «Книга рекордов Гиннеса», то есть всякие рекорды создающиеся, которые будут предоставить, туда включаются. И вот этот факт был отражен в книге рекордов Гиннеса, причем обведен в рамочку, что впервые за всю историю шахмат, компьютер, компьютеры с 50-х годов и развивались потихоньку. Первые компьютеры были где-то в 40-х, 50-х годах построены прошлого века. И вот впервые компьютер обыграл в матче чемпиона мира. Вы как-то социализация играла вообще с компьютерами в шахматы? Да. Крама играет уже в силу Гресс-Пейсера, в силу чемпионов мира, поэтому встречи между компьютерами и людьми прекратились. А было в 80-е и 90-е годы, сейчас встречались чемпионы мира, и Карпов, и Каспаров играли с компьютерами, и Крамов последний, который играл. И когда Крамов проиграл Гимфрица, по-моему, в 2007 году, уже 5 лет прошло, причем проиграл разгромным счетом, 4-2, ну, можно считать, крупный счет. Причем в последний партий вообще матч был счет. Поэтому соперничество между компьютерами и людьми закончилось, то есть уже ясно, что компьютеры очень далеко вперед.